МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большую часть встречи южноуральских кисты достойно сражались с западноуральскими. В середине третьего периода был скользкий счет 3-2 в пользу пермяков. Но на концовку гостей не хватило. Наши дважды поразили ворота Челмета и выиграли 5-2. Результатом довольны, содержанием игры не очень. А так, ребят, хочу поблагодарить тебе, тем не менее, за матч. Мы взялись с своеобразным реваншом за поражение в Челябинске. В среду 2 декабря Молот проведет еще один домашний матч. На этот раз противником будет Южный Урал и Зорска. Начало игры в 19-0-0. В российском футболе тем временем завершается первая часть сезона. Заключительный тур в этом календарном году выпал на декабрь. А в предыдущей встрече красно-черные на выезде играли с самарскими крыльями советов. Команды создали ряд голевых моментов, но ни один из них не смогли использовать. Итогом встречи стала ничья 0-0. Поле, конечно, в ужасном состоянии. И проблема как для нашей команды и для команды крылья советов. Не знаю, я думаю, что на таких полях тяжело играть. И вообще заканчивать, может быть, чемпионат или пораньше. Ну, это Россия, как бы, очень холодно. Будем стараться, что делать. Амкар завершит выступление в этом году в четверг, 3 декабря. Игрой против ЦСКА на своем поле начнется в 19.00. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.